добрый день дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале про тюнинг меня зовут игорь и сейчас мы находимся на улице российская 313 это наш тюнинг-центр к нам в работу поступил очень интересный автомобиль это saab sonnet в третьем поколении я думаю мало кто слышал о данном автомобиле и многим было бы интересно узнать что это вообще такое что она из себя представляет перед тем как мы начнем работу над этой машиной поэтому давайте немножко погрузимся в историю перед тем как покажем вам процесс работ по данному автомобилю вообще стоит начать с того что такое автомобильная марка saab потому что многие люди как оказывается не знают пока мы здесь стояли готовились к съемке несколько людей подошло спросила что это за машина такая поскольку ответил что это saab люди спросили а что это такое все-таки изначально saab не был автомобильным брендом он производил самолеты в довоенное время началось производство разработка этих самолетов и собственно на уже второй мировой войне они прославились как одни из самых скоростных самолетов ранее в прошлом двадцатом веке они были на самом деле популярны на фронте и пользовались большим спросом благодаря своим многочисленным победам после этого после в послевоенное время спрос естественно у нас на военную технику уже уходил на нет компания перепрофилировалась на производство автомобилей история модели началась 1954 году и за один из инженеров saab а ральф мельде загорелся идеей создать спорткар двухместный который будет достаточно быстрым для участия в классе кольцевых гонок но так как он не встретил поддержки в лице руководства компании он собрал группу единомышленников как раз таки своих коллег и они уже начали производство первой версии saab sonet который кстати очень интересный факт что изначально название модели как таковой не было она появилась после того как один из дизайнеров данной модели который занимался внешним видом автомобиля сикстен сосон когда он показал как будет выглядеть эта машина собственно главному инженеру данного проекта тот сказал какой красивый что по-шведски звучит как sonat то есть созвучно с данной модели так и и назвали и по сути это очень красивый saab если уже переводить дословно название данной модели автомобиля в последующем пятьдесят пятом году модель была уже полностью готова показано руководству компании которая уже как раз таки тогда сказала что данная модель пойдет в производство и уже с 56 года ее представили на стокгольмском автосалоне это был в принципе по компоновке такой же автомобиль двухместные спорткар это был родстер с открытой крышей с передним приводом переднимоторная компоновка весил он всего 500 килограмм это была очень легкая машинка и что самое интересное что вся шасси у данного автомобиля была сделана полностью из алюминия и весила всего 70 килограмм просто представьте себе насколько это мало сравнивая с нынешними автомобилями где вес достигает уже две с половиной тонны две тонны то есть это был ультра легкий спорткар но к сожалению на момент выпуска этого автомобиля в соревнованиях класса gt изменился регламент и машина уже перестала подходить этим требованиям и из запланированных двух тысяч экземпляров в год первой модели санет была выпущена за два года производства данной модели всего лишь 8 экземпляров но это еще не все а к середине 60-х годов руководство компании сап с оглядкой на свой прошлый опыт и на успешную тогда в америке модель компании chevrolet это был corvette втором поколении сингрей решила создать все таки второе поколение сап санат это был уже немножко переделанный автомобиль он также остался у нас двухместным спорткупе тогда уже оснащался трехцилиндровым двухтактным двигателем на 60 лошадиных сил и сама машина весила 760 килограмм немного она потяжелела кузов у нас был все так же сделан из стеклопластика но все-таки очень легкий материал а позднее родной двигатель был заменен на фордовский это была v-образная четверка которая уже была собственно помощнее но при этом она была тяжелее чем рядный трехцилиндровый двигатель потому что плюс он еще у нас смещен за переднюю ось что негативно сказывается на управление но при этом машинка вроде бы стала и быстрее за два года производства данных автомобилей с 1966 по 67 год было продано почти 2000 данных экземпляров уже в принципе неплохая цифра для первой модели тем более такой экспериментальной модели в то время для марки saab и наступает время для производства третьего поколения saab sonnet и так в 1970 году миру был представлен saab sonnet 3 над ним работал итальянский дизайнер автомобиль соответствовал всем канонам моды того времени у нас уже появились более такие прямоугольные формы граненые линии по всему кузову автомобиля кстати кузов у нас был сделан также из стеклопластика стекловолокна и при этом у нас появились новые выдвижные фары это тоже было очень модным решением в то время в период с 1970 по 74 год было выпущено практически восемь с половиной тысяч экземпляров данной модели что на то время как я уже и говорил про вторую модель стала еще большим успехом для компании saab но к середине 70-х случился нефтяной кризис и не самая лучшая надежность данной модели поспособствовали тому чтобы этот проект полностью свернули теперь давайте посмотрим на автомобиль уже глазами современного человека как у нас здесь все сделано потому что это тоже очень интересно ну во первых как выглядит этот автомобиль в общем своем плане если посмотреть на него сбоку первая ассоциация которая наверное пришла у каждого сотрудника нашего тюнинг-центра это автомобиль кота леопольда но действительно он выглядит так как из того самого мультика очень длинный капот такая вот задняя форма автомобиля плюс его цвет это все складывается воедино и получается у нас действительно такое интересное сходство но при этом машина на самом деле выглядит очень стильно то есть это у нас такое спорт купе с тем же длинным капотом красный как в те времена было очень модно производить автомобили следующее что привлекает внимание это разболтовка на колесах этой машины тут у нас 6 болтов но просто расстояние между ними я честно говоря даже не знаю какое если мы допустим будем сравнивать с каким-нибудь toyota land cruiser prado которая тоже 6 болтов вроде бы большой автомобиль надо же там это сделано более компактно здесь же у нас но я думаю порядка 200 миллиметров между болтами точно наберется очень необычно это все выглядит и подобрать диски под эту машину я думаю ну это просто нереально на сегодняшний день поэтому это все у нас краски будет восстанавливаться под капотом находится тот самый двигатель этого образная четверка производства ford мощностью 65 лошадиных сил здесь она ограничена что было сделано соответствии с законами тех лет европы но в двигателях ford в их моделях этот мотор мог достигать мощности свыше 200 лошадиных сил что здесь имеется интересно во первых мотор стоит у нас продольно но при этом машина переднеприводная у нас отсюда же выходит сразу коробка передач из нее же идут привода собственно в разные стороны передние колеса и еще одна интересная деталь даже две наверное интересные детали которые стоит здесь упомянуть то что машина семидесятых годов казалось бы sub такой простой автомобиль но он оборудован системой кондиционера то есть даже в такой машине это функция у нас существовала и еще одна деталь то что у нас здесь между передними стаканами стоит распорка усиление кузова и через эту же распорку у нас заливается антифриз то есть мы прям открываем крышку и заливаем сюда антифриз отсюда же идут у нас трубки в радиатор слив из лишнего антифриза обратно в бачок честно говоря я такого ни разу не видел сделано очень интересно но сомнительно и плюс же отсюда с этой же распорки мы видим как устроены у нас тяги дросселя педали акселератора то что сделано все максимально просто как в общем в принципе в этой машине каких-то прям супер технологий нету у нас просто выходит одна тяга которая висит как бы на весу ни к чему не прикручена из нее выходит вторая тяга она уже у нас крепится к распорке отсюда она переходит под впуск карбюратора там еще одна тяга другая тяга в общем слишком сложно это все сделано это на самом деле не нужно этому многие замечали что на автомобилях более современно где у нас идет трос акселератора уже идет просто отдельная площадочка под сан трос чтобы у нас стоял он неподвижно в общем очень странно необычно но тем временем и интересно все это сделано сзади можно увидеть раздвоенную выходную систему прям такая спортивная действительно машина у нас задней части но мы держим в голове то что здесь всего 65 лошадиных сил казалось бы что это все нелогично многим даже на сегодня не нравится когда на маломощных автомобилях делают громкий выхлоп но сап еще в то время любил так скажем повыпендриваться показать что это не простой автомобиль и добавить ему немножечко агрессии вот таким вот способом очень прикольно все это смотрится идем далее автомобиль достаточно маленький во мне метр восемьдесят семь роста и посадка в эту машину лично для меня это какая-то просто мука ну действительно место здесь очень мало я сижу я даже не могу полностью расправить плечи вытянуть голову потому что я вот уже уперся в потолок машина для очень маленьких людей тут очень мало места и не менее весело будет вылезать отсюда нужно иметь сноровку определенную чтобы это делать на постоянной основе но все-таки стоит вернуться в салон чтобы показать что у нас здесь находится во первых одна из необычных деталей это сиденья смотрится они очень круто у нас здесь есть дополнительная такая вот подушечка это так называл первая версия поясничных подкачек на сиденьях то есть просто вы перемещаете ее вниз либо вверх где вам удобно выбираете самое комфортное для себя положение ну находиться еще раз скажу что здесь очень тесно для меня то есть человек должен быть точно пониже рычаг включения фар точнее поднятия фар у нас находится прямо на моей коленке я за него цепляюсь то есть вот так вот он у нас собственно двигается трехспицевый руль на спортивный манер по тем временам кулисы кпп достаточно простая ручной тормоз тоже очень необычный такой изогнутой формы но похоже что это завод я думаю не факт что его можно было как так погнуть в эту сторону снизу у нас находится воздуховод который дует печка либо кондиционером в ноги и просто посмотрите как он сделан это просто трубка гофра которая вот так вот выведена и закреплена в общем как бы особо тут не старались сделали так по спартански очень по простому по парпризу тоже ничего особо нет все очень маленькая компактная стандартные приборы тоже кстати на манер на манер спортивного автомобиля посередине у нас тахометр самый один из главных показателей справа спидометр и слева температура антифриза и запас топлива бардачок у пассажира тоже у нас имеется но такой номинальный очень маленький даже не идет речь о ком-то листе а4 который сюда может зайти воздуховоды очень узнаваемые такие вот у нас круглые даже на современных автомобилях такое имеется кстати напишите комментариях на каком автомобиле с похоже воздуховоды установлены в роли крышки багажника у нас здесь выступает просто стекло которое оставлено заднюю часть и честно говоря такое ощущение что в багажнике больше места чем салоне опять же это очень странно на сегодняшний день иметь такую компоновку салонного пространства автомобиля тут у нас штатное запасное колесо домкрат аккумулятор перенесен в багажник это тоже штатное исполнение на этих автомобилях как раз таки все сделано для автоспорта прям показывает нам для чего эта машина изначально проектировалась итак переходим к сути зачем эта машина приехала к нам это будет полный проект реставрации очень большой список работ здесь у нас будет это полная разборка автомобиля практически до винтика его разберем все восстановим покрасим все сделаем так чтобы машина выглядела как новое это все будет сделано стенах компании про тюнинг и обязательно мы вам покажем весь процесс работ по данному автомобилю не забывайте подписываться на канал ставить лайки писать комментарии и до новых встреч а